Военный оркестр Саровской дивизии встречает всех участников проекта «Слава Созидателя». Герои и авторы конкурсных роликов делают фото на память перед ответственным и волнительным моментом. Церемонии награждения по итогам муниципального этапа конкурса под эгидой Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Спасибо Созидателям, которые сидят здесь в этом зале. Спасибо не только разработчикам ядерного счета Российской Федерации, России, Советского Союза, но и тем, кто строили наш замечательный город. Большое вам спасибо. И вот эти дети, улыбки этих детей, наверное, это доказательство того, что вы всегда вместе с нами. Лучшие видеоролики муниципального этапа проекта «Слава Созидателям» определялись в трех номинациях. Они ковали ядерный щит ветераны внеев, будущие ученые о великих в атомной отрасли, и они создавали город. Всего более десяти лауреатов и только один победитель в каждой категории. Работа Софии Комковой будет представлять наш город на федеральном этапе проекта. Я считаю, что этот конкурс полезен и важен, потому что при его помощи вспоминаешь свою историю, знаешь ее, делишься ею с остальными. За три года существования проекта «Слава Созидателям» летопись Госкорпорации «Росатом» пополнили более двух с половиной тысяч видеороликов саровчан. Все они рассказывают о достижениях в сферах науки, промышленности, образовании, культуры и других направлениях. В этом году конкурсная комиссия отсмотрела 62 работы. Ваши творческие работы – это профессиональные пробы, благодаря которым кусочки мозаики сложатся в единую летопись создания атомных городов. Ульяна Скородумова уже имеет опыт работы журналистом. Правильно формулировать вопросы и уверенно вести себя в кадре. Для воспитанницы объединения «Серебряная перышко» Дворца детского творчества – это уже привычное дело. Мне как журналисту больше нравится писать, нежели, чем снимать. И связать с своей жизнью журналистикой можно всегда и довольно-таки необычным образом. Можно это сделать в позднем возрасте, можно в раннем возрасте. Следующий этап конкурса – федеральный. До конца сентября работы саровских призеров и победителей будут отправлены в Москву. Награждение победителей всероссийского проекта пройдет в декабре этого года. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.